Всем привет, ребята! Сегодня поговорим об КВК Орлеан. Именно система того, как всё работает у нас. Именно по помощникам, которые там присутствуют. То есть на данный момент у нас уже вторая стадия получения помощников. Это означает, в монументе наступил момент, когда мы можем поставить себе вторых помощников. То есть оно обозначается как третья ячейка для навыков, но на самом деле это только второй навык, именно помощников вы получаете. Что это такое в целом? То есть вы выбираете себе командира, который у вас будет основной, и вот тут в ячейке выбираете первого командира помощника и второго. Именно по какому принципу вы всё это выбираете? То есть вы, допустим, нажимаете на командира. Вот у вас свободная, вот у вас ячейки есть. То есть вы нажимаете на первую ячейку, и здесь у вас на данный момент будет появляться именно второй навык всех командиров, которые у вас есть. По крайней мере тех, которые вы здесь добавили. То есть в будущем ещё будут добавлять других командиров, пока здесь не все есть. И вы себе подбираете, само собой, тот или иной навык, который вам нужен для командира. Я не буду говорить именно, которые навыки вам нужно ставить. Я просто расскажу именно принцип того, как оно работает. То есть у нас некоторые игроки этого не понимают. В основном видео сделано для них и для новых игроков в целом. Ну и чтобы самому не забывать периодически иногда смотреть. То есть вы ставите себе второй навык того командира, который у вас есть, который там добавили, и также третий. Переходим, третий работает по тому же принципу. То есть вы ставите третий навык того командира, который у вас есть. То есть если вы до сих пор не поняли, как это работает, то есть первый навык, который вы поставите, когда у вас будет свободная ячейка, вы будете выбирать именно вот этот навык. Второй, допустим, от Мартелла, где я там поставил первый, да. Это у нас будет вторая ячейка. То есть написано как вторая ячейка, но на самом деле это второй навык. От командиров, которые присутствуют, да. Потом, получается, открывается третья ячейка. Вы уже выбираете именно третий навык тех командиров, которые у вас там присутствуют. Само собой. Также, если у вас третий навык, либо второй будут вкачаны там в тройку, в двойку, да. Также он будет показываться и там. Он не будет показываться максимально именно того уровня, который должен быть. То есть как он у вас прокачан, так он у вас и будет происходить, да. Вот. Четвертый навык. То есть, получается, это у нас четвертая ячейка, да. Вы смотрите на монумент и смотрите, когда это все дело у нас появляется. То есть вот у нас тут написано в конце этой главы. Даже если цель не достигнута, все правители, которые откроют ячейку четвертый навык для помощника. Получается. То есть вы заходите в помощники у нас. Вот. Сейчас в данный момент взял блокированный. Сейчас у нас, получается, скоро будет открыть пятых перевалов. То есть мы будем заходить в шестую зону, да. Перед ними нам открыли именно вторую ячейку, то есть третью ячейку. Я не знаю, почему они так пишут, но, скорее всего, то есть идет третий навык и пишут третью ячейку, получается. Да, но лучше, конечно, было бы вторая ячейка, потому что там их всего три. Но это уже их не логика. В принципе, она тоже своего рода правильная на самом деле, да. То есть, когда вы входите в шестую зону, вы будете воевать уже с двумя ячейками, которые там присутствуют. Можете поставить двух помощников на каждого командира. И это довольно неплохо помогает, когда у вас много количества командиров именно прокачанных есть, да. И вы можете вводить там два, три, четыре, пять марш. И, ну, чем больше, тем лучше, само собой, да. Но, опять же, зависит от вашей прокачки тех или иных командиров и как прокачаны навыки, само собой, да. В королевскую землю вы будете уже входить, получается, с тремя ячейками, которые там есть. То есть, с тремя помощниками, получается, да. А также я забыл дополнить. Тех командиров, которые вы ставите в помощники, вы не сможете вводить в поле. А по поводу того, за счет чего вы делаете именно помощников ставите, да, тут вот есть ордера. Тут написано, вы автоматически получаете 80 ордеров в час и можете накопить до 10 тысяч ордеров. Также вы можете их получать при выполнении бастионов. То есть, само собой, вы там тоже их будете получать. Поэтому не переживайте за это, как бы, да, это все будет. То есть, в принципе, смотрите, сами выбирайте, как. Я просто покажу вам пример, как именно я лично делаю. То есть, допустим, пример того, что я делаю, да. То есть, у меня, допустим, есть мартелы. Я ставлю себе мартелы, вот, гуаню, допустим, да. То есть, мне дают 15 защит и 15 здоровья. Также я себе делаю, ставлю от мундука тоже на атаку и защиту. В основном я ставлю на свои марши защита, здоровья, стараясь, по крайней мере, когда у меня присутствует, да. В основном в этом КВК я играю четырьмя маршами. Но войска у меня просели, я начал играть двумя. Да, получается, этот марш, конечно, лучше не использовать. Но если у вас есть ресурсы ускорения, вы можете себе это позволить, как бы, делайте, да. У меня вот сид, допустим, три пятерки. Но я не советую, конечно, играть в сезонье. Это, конечно, смерти полная. Но суть того, то что я экспериментирую, да. То есть, я поставил здесь от эпических командиров. Получается, вот от имхотепа второй навык поставил, а от куса ноги поставил третий навык. То есть, в основном защита и атака, получается, да. Также смотрим, допустим, саладина, да. Я себе поставил атаку, защиту. Третьим я поставил себе защиту от вилизария, получается, да. То есть, в принципе, в принципе, вы будете сами смотреть, что у вас есть. Потому что для каждого игрока это будет индивидуально. Но, так как у каждого прокачаны разные командиры и навыки, вы будете смотреть уже, судя по тому, что у вас есть на своем аккаунте, да. То есть, допустим, так же, вот у меня с Аргон сейчас три пятерки, получается, да. Я первый поставил себе на атаку, там и урон навыками, да. Урон навыками, конечно, не обязательно. В основном нужен урон. Но что есть, как бы, да. То есть, и Сунь Цзи поставил себе. То есть, в любом случае, вы смотрите себе, что будете ставить. Я систему, надеюсь, более-менее рассказал, как она работает. Если какие-то вопросы еще будут в комментариях, да, помните, да. И так же еще есть в этом КВК интересный момент. Орлеан называется. Попозже я засниму про этот момент, именно когда будет компания. Мы уже играли этот КВК, получается, да. Я прошлый раз не заснял, в этот раз засниму. То есть, здесь будет у нас защита Орлеана. То есть, боты будут нападать. То есть, мы сначала захватываем и потом защищаем. То есть, там будут, получается, если не ошибаюсь, волны именно боссов, там, которые происходят, именно митинги будут нападать на Орлеан. То есть, вы будете здесь защищать именно ворота, да. Сюда гарнизон ставить, сюда гарнизон ставить и сюда. Если они пробивают, они идут сюда уже на Орлеан, да. И здесь тоже будет стоять гарнизон. Само собой, есть поле будет. Нужно будет все делать, защищать. Но это уже в следующем видео. В принципе, на этом видео закончилось. Всем спасибо за просмотр. А мы с вами еще услышимся. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok